Беседа 28. Бытие 9.8.10 Предложив вчера о благословении, которое Ной удостоился от Господа за то, что он по выходе из ковчега создал жертвенник, принес благодарственные жертвы и тем выразил свою признательность к Богу, мы не могли простираться далее, объяснить все чтение и показать снисхождение и попечительность, которую человеколюбивый Бог явил об этом праведнике, так как слово наше сделалось весьма продолжительным, то мы поспешили его окончить, чтобы множеством предметов не обременить вашей памяти и тем, что можно было бы еще сказать, не повредить тому, что уже было сказано. Мы ведь и заботимся не о том только, чтобы сказать много, но о том, чтобы сказать столько, сколько вы можете удержать в памяти и таким образом выйти отсюда с пользой для себя. В самом деле, если мы станем говорить больше надлежащего и вы не будете получать никакого плода от слов наших, то какая от этого польза? Итак, зная, что мы приняли на себя этот труд, проповедание для вашей пользы и считаем достаточной для себя наградой, если увидим, что вы тщательно удерживая слова наши в памяти, преуспевайте в познании, и вы слагайте их в недрах души вашей, постоянно размышляя об них и оживляя их в памяти. Помня прежде сказанное, вы можете с большей удобностью принимать и то, что имеет быть сказано, и таким образом со временем сделайтесь учителями и для других. Вся наша забота, все старание о том, чтобы все вы сделались вполне совершенными и не было для вас неизвестной мечтой, содержащейся в Божественном Писании. Знание этого последнего, если только мы захотим быть внимательными и бдительными, весьма много поможет нам в улучшении нашей жизни и сделает более ревностными к подвигам добродетели. Когда мы увидим, что каждый из праведников, приобретших великое дерзновение перед Богом, удостоился наград за то, что всю жизнь провел в искушениях и скорбях, и показал великое терпение и благодарность к Богу, то не постараемся ли мы идти одинаковым с ними путем, чтобы получить одинаковые с ними награды. Поэтому прошу вас каждый день делать какое-либо приспияние в добре и увеличивать ваше духовное назидание, сделанное уже добро, сохранять тщательность и великой бдительности. А чего еще не достает, то дополнять, дабы таким образом достигнуть вам до самой высоты добродетели, в похвалу нам, на созидание Церкви, во славу Христову. Вот и я, видя ваше неутонимое желание духовного наставления, не перестаю ежедневно, хотя и сознаю великую скудость свою, предлагать вам пиршество из Божественного Писания. И что подаст мне благодать Божия по своему человеколюбию и для вашей пользы, то передавать вашему слуху. Так покажем же и сегодня любви вашей, преизбыток любви, какую Бог явил человеческому роду. И для того предложим самые слова, сказанные Богом Ною. И сказал Бог Ною и сынам его с ним, стих 8. После того, как благословил Ноя и сыновей его, и сказал, сладитесь и размножайтесь, дал им власть над всеми животными, позволил употреблять их в пищу, так же, как и траву, запретив только есть мясо в крови. Бог, продолжая свою попечительность и о праведнике, и о потомках его, и всегда ущедряя благодеяниями нашу природу, присовокупляет еще большее благодеяние. Вот я поставлю завет мой с вами, и с потомством вашим после вас, и со всякой душой живой, которая с вами, с птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли, так как праведник мог еще подвергаться беспокойству и возмущаться духом от опасения, как бы, если когда случится и небольшой дождь, опять не постиг вселенную такой же потоп, то чтобы и он, и все потомки его были спокойными касательно этого. Благой Господь знает, что и малейшая неприятность будет в состоянии возмутить его. Опыт прошлых несчастья может сделать человека весьма робким. Так как этот праведник мог и от малого дождя прийти в смятение и страх, то благой Бог желает ободрить его, избавить от всякого страха, и привести в совершенное спокойствие и благодушие, обещает ему более не наводить такого наказания. 286. Правда, он уже обещал это еще прежде благословение, когда говорил, как вы слышали, и более не наведу проклятие на землю. Пусть, то есть, люди будут делать много зла, однако же я не подвергну род человеческий такому наказанию. Но вот, являя свое неизреченное человеколюбие, он опять обещает то же самое, что праведник был спокоен и не рассуждал сам с собой так. Бог и прежде удостоил рода нашего благословения, и не дозволил ему размножаться. И однако же навел такое всеобщее истребление. И так, чтобы исторгнуть всякое беспокойство из его ума, и удостоверить, что этого боли уже не будет, Бог говорит, как потоп я навел по человеколюбию, чтобы присесть зло и остановить дальнейшее его распространение. Так и теперь, по человеколюбию же моему, обещаю впредь не делать этого, дабы вы проводили настоящую жизнь без всякого опасения. Вот для чего он и говорит, я поставляю завет мой, то есть заключаю договор, как в делах человеческих, когда кто обещает что-нибудь, то заключает договор. И тем доставляет надлежащее удовлетворение, так и благой Господь говорит, вот поставляю завет мой. Премудро сказал, поставляю, то есть вот я возобновляю то, что было совершенно разрушено за грехи людей, и восстановляю завет мой вам и семени вашему с потомством вашим после вас. Заметь человеколюбие Господа, простирая, говорит завет, не до вас только, но объявляет, что он будет ненарушим и с вашими потомками. Потом, чтобы показать свою щедрую благость, он и говорит и со всякой душою живою. Видишь величие завета, видишь несказанную важность обетований, Смотри, как он простирает свою благость и на бессловесных, и на зверей, и не без причины, что прежде я часто говорил, тоже повторюсь и теперь. Так как эти животные сотворены для человека, то теперь они участвуют в благодеянии, оказываемом человеку. Правда, завет кажется равным общим и для него, и для бессловесных, но на самом деле не так. И это делается для утешения человека, чтобы он знал, какой он удостоен чести, когда благодеяние не останавливается на нем одном, но из-за него и все эти животные участвуют в благости у Господа. И не умрет, говорит, вся плоть. Поставлю завет мой, чтобы не была более истреблена всякая плоть водами потопа. Видишь, как он раз и два и многократно обещает не наводить более такого всеобщего истребления, чтобы изгнать смущение из мыслей праведника и сделать его спокойным касательно будущего. Далее, взирая не на собственную природу, на нашу немощь, Бог не довольствуется одним словесным обещанием, но являя свое снисхождение к нам, дает и знак, который бы мог, продолжаясь во все веки, избавлять род человеческий от опасения подобного несчастья, та, что хотя бы пошел сильный дождь, хотя бы случилась и необычайная буря, хотя бы приключилось весьма великое наводнение, мы и тогда могли бы не бояться, но быть спокойными, смотря на данный знак. И сказал Господь Бог, «Вот знамение завета, которое я поставляю между мной и между вами, и между всякой душой и живою, которая с вами вроды навсегда». Смотри, какой честью удостоился праведник. Как человек разговаривает с человеком, так и Бог заключает завет с ним. Видишь, знамение, обещанное всем живым существам, простирается на роды вечные. Вот дает знамение не только всем вообще живым существам, но и навсегда, навеки, до скончания мира. «Боже, какое это знамение? Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем вечного завета между мною и между землей». Бытие 9.13. Так вот, после словесного обещания даю, говорит Бог, это знамение, то есть радугу, которую некоторые производят от лучей солнечных, падающих на облака. Если, говорит, недостаточно слова моего, то вот я даю и знак того, что впредь уже не наведу такого наказания. Смотря на этот знак, будьте уже свободны от страха. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке. И я вспомню завет мой, который между мной и между вами и между всякой душой живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. «Что говоришь ты, блаженный пророк? Помню, говорит, завет мой, то есть мой договор, условия, обещания. Это не потому, чтобы Бог сам имел нужду в припоминании, но чтобы мы, взирая на этот данный знак, не страшились никакой опасности. Но тотчас, припомнив обетование Божие, были уверены, что не потерпим подобного несчастья». 288. «Видишь, как велико снисхождение Божие, какое прилагает Он попечение о нашем роде, какое оказывает человеколюбие, не потому, чтобы уже видел перемену к добру в людях, но чтобы всем этим внушить нам мысль о безмерном величии своей благости. И не будет, говорит Болею, вода потопом, «Когда явится радуга, не будет более вода на истребление всякой плоти». Так как Бог знает, что человеческая природа боится этого, то смотри, как часто Он повторяет обещания, как бы так говоря, «Если вы когда увидите сильные пролития дождей, и тогда не опасайтесь никакого несчастья, потому что не будет более потопа на истребление всякой плоти». «И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землей, и между всякой душой и живой, и во всякой плоти, которая на земле». Смотри, какие употребляет Он смиренные выражения, чтобы внушить людям спокойствие и полную уверенность. «И увижу, — говорит, — и вспомню». Так ужели воззрение пробуждает в нем память? Нет, не так. Должны мы думать, ну, не так, что когда мы видим этот знак, то можем спокойно полагаться на обетование Божие, зная, что обетование Божие не могут не исполниться. И сказал Бог Ною, «Вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле. Ты получил, — говорит, — знак, который я дал в завет между мною и всякой плотью, какая только есть на земле. Не смущайся же душой и не колеблись умом. Но взирая на этот знак, и сам пребывай благонадежен, и все потомки твои да получают от него успокоение. Вид этого знака пусть заставляет уверенность, что такой потоп уже не постигнет Вселенную. Пусть умножаются грехи человеческие, но я исполню свое обещание и вперед уже не покажу такого гнева на всех. Видите перезбыток благости Божией, видите величие снисхождения, видите силу попечительности, видите щедрость обетования. Бог не простер свое благодеяние только на два, на три или на десять поколений, но обещал соблюсти его до скончания мира, чтобы мы вразумлялись и тем, и другим, и тем, то есть что современники Ноя за множество грехов своих подверглись такому наказанию, и тем, что мы по неизреченному человеколюбию Божию удостоились такого обетования. Здравомыслящих ведь к исполнению заповедей Божьих сильнее располагает благодеяние, чем наказание. Не будем же неблагодарны, если Бог удостоил нас такого благодеяния еще прежде, нежели мы сделали что-нибудь доброе. А лучше сказать, когда сделали много достойного наказания, то каких еще щедрот он не удостоит нас, когда мы будем признательны, когда выкажем свою благодарность за прежние благодеяния и обнаружим в себе перемену на лучшее. Если он благодетельствует недостойным и оказывает человеколюбие к согрешившим, то чего мы не получим, когда отстанем от греха и будем творить добродетель. Он для того и оказывает нам многие благодеяния, прежде, нежели мы сделаем что-либо доброе, и удостаивает нас прощение, когда мы согрешим, и наказание за грехи насылает не вдруг, для того, чтобы всем привлечь нас к себе и благодеяниями, и долготерпением. Часто также наказывая одних, он хочет внушить другим, чтобы они, вразумясь чужим несчастьем, сами не потерпели наказание. Видишь, как благоизобретательно человеколюбие его, как все им совершаемое совершается единственным для нашего спасения. И так, помышляя об этом, не будем безразличны, не будем пренебрегать добродетели и приступать к данной им закону. Если он увидит, что мы обращаемся к добру, делаемся скромно, и вообще полагаем, хотя некоторое начало добродетельной жизни, то есть, со своей стороны, окажем нам помощь, окажет, соделывая для нас все легким и удобным, и не давая нам даже и почувствовать тяжесть подвигов добродетели. И в самом деле, когда душа устремляет свои мысли к Богу, то уже не может обольщаться видом предметов чувственных, но, проходя мимо всего чувственного, вернее, этих находящихся перед нашими глазами предметов, созерцает предметы, невидимые для телесных глаз и не подвергающиеся переменам, но постоянно пребывающие, неизменные и непоколебимые. Таковы умственные очи. Они постоянно устремлены к созерцанию небесных предметов и озаряемые их блеском на предметы настоящей жизни смотрят как на тень и сновидение, нисколько не обольщаясь и не увлекаясь ими. Напротив, увидят ли богатство, тотчас посмеваются ему, зная, что оно не постояннее всякого беглого раба, переходит от одного к другому и никогда не остается на одном месте, да еще причиняет множество зол своим обладателям и не зергает их, так сказать, самую бездну порока. Увидят ли красоту телесную и ею не обольщаются, представляя непрочность ее и изменяемость, как, например, иногда болезнь уничтожает всю красоту, даже и без болезни. Старость делает прежде благообразное лицо некрасивым, безобразным, а смерть, наконец, разрушает всю красоту телесную. Увидят ли кого облеченным славой или властью, достигшим самой высокой степени почести и наслаждающимся полным благоденствием, и на него взирает, как на человека, который не имеет у себя ничего прочного и неизменного, но гордится тем, что утекает быстрее речных потоков. И в самом деле, может ли что быть ничтожнее всей славы настоящей жизни, когда она сравнится с цветом травы? Всякая слава человеческая, говорит Писание, как свет на траве. 290. Видите, возлюбленные, как верно видят очи веры, когда душа устремлена к Богу. Видите, как они не могут быть обмануты ничем видимым, но имеют правильное осуждение о предметах и не подвергаются никакому обольщению. Впрочем, если угодно, опять перейдем к предмету слова. И, предложив еще немного, и прекратим поучение, чтобы сказанное осталось у вас в памяти. Божественное Писание, окончив повествование о божественном знамении, хочет еще сообщить нам сведения праведники сыновьях его, и говорит, «Сыновья Ноевы, вышедшие из Ковчега, были Сим, Хам и Офет. Хам же был отец Ханаана. Си и Троя были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Здесь можно спросить, для чего божественное Писание упомянуло о трех сыновьях Ноевых, присовокупила Хам же, был отец Ханаана. Не подумайте, прошу вас, чтобы это прибавлено было без цели. В божественном Писании нет ничего такого, что было бы сказано без всякой цели и не заключало бы в себе великой пользы. Так для чего же сказано и прибавлено Хам был отец Ханаана? Писание хочет этим указать нам на крайнее невоздержание Хама, на то, что не столь великое бедствие, потоп, не такая тесная жизнь в Ковчеге не могли обуздать его, но между тем, как и старший брат его еще доселе не имел детей, он во время такого гнева Божия, когда погибала вся вселенная, предался невоздержанию и не удержал необузданной своей похоти, но уже и тогда и так рано обнаружил свои порочные наклонности. И вот, так как спустя немного за нанесенное им оскорбление отцу сын его Ханаан должен подвернуться проклятию, Божественное Писание предварительно уже показывает и делает нам известным имя сына, и невоздержность отца, дабы ты, когда впоследствии увидишь, что он окажет великую непочтительность к родителю, знал, что он давно уже и прежде был таком и не вразумился даже и несчастьем. В самом деле, подобное бед все могло бы совершенно обуздать сладострастную похоть, да и вообще ничто так не способно потушить этот пламень и это неистовство, как сильная скорбь и великое несчастье. Следовательно, кто и во время столь великого бедствия обнаружил такую необузданную похотливость, тот какого может заслуживать прощения. Но здесь представляется нам еще другой, столь известный и всюду повторяемый вопрос, почему за грех отца подвергается проклятию сын. Впрочем, чтобы нам теперь не слишком продолжить слово, отложим этот вопрос за другого времени, и когда дойдем до того самого места, в котором говорится об этом, тогда предложим и решение, какое внушит Богу. В Божественном Писании, как я выше сказал, нет ничего такого, что было бы написано без какого-либо основания и причины. Итак, мы пока знаем, что Моисей не напрасно и не без цели упомянул об имени сына Хамова, сказав, Хам же был отец Ханана. Далее, он говорит, сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Не пройдем без внимания возлюбленной и этих слов, но и из них уразумеем величие силы Божией. Трое сказано. Как от этого от троих произошло такое множество людей, как они могли быть способными к этому, как от столь немногих образовался весь мир, как сохранились самые тела их. Тогда не было врача, который бы лечил, не было никаких и других пособий к сохранению здоровья. Еще не были построены города, а после такого бедствия, потопа и пребывания в Ковчеге они вышли изнуренными, истомленными. Как же оставаясь в таком одиночестве и в такой ужасной пустыне не умерли, как не погибли? Ведь страх и трепет, скажи мне, разве не потрясал их души и не возмущал их мысли? Не удивляйся, возлюбленный. Все это сделал Бог, все эти препятствия устранил создатель природы, его-то повеление, изрекшее плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, даровало и им, сыновья Мноя, силу размножения. Так и израильтяне в Египте, хотя и были обременены землей, глиной и кирпичами, однако ж, и несмотря на это, размножались еще сильнее и нежестокое и бесчеловечное повеление фараона, приказавшего бросать в воду детей мужеского пола, непритеснение никакой не терпели это смотрители за работами, не могло уменьшить их числа. Напротив, они размножались более и более, потому что высшая сила действовала здесь вопреки желаниям гонителей. 292 Итак, когда повелевает Бог, то не старайся объяснять события по человеческому порядку. Будучи выше природы, он не подчиняется порядку ее, но устрояет так, что самые препятствия содействуют успеху дела. Так точно и теперь от этих троих сыновей Ноя он населил всю вселенную, от всех троих, говорит Писание, населилась вся земля. Видишь силу Божию, видишь, как, несмотря на множество препятствий, ничто не останавливает его хотение. То же самое можно видеть и на христианском вере. Сколько было врагов, сколько было гонителей. И цари, и тираны, и народы восставали, употребляли все средства, чтобы погасить искру веры. Но вот от самих гонителей, хотевших препятствовать, возгорелся такой пламень благочестия, что объял все страны, обитаемые и необитаемые. Пойдешь ли ты к индийцам или к скифам, или на самые пределы вселенной, или даже на океан, везде найдешь учение Христово, просвещающее души всех, то удивительно и необычайно, что вера православная преобразовала и самые варварские народы, и они научились любомудрствовать и, оставив прежние привычки, обратились к благочестию. Как от тех троих сыновей Ноя создатель всяческих произвел такое множество людей, точно так и к вере посредством одиннадцати рыбарей, неученых, простых, смевших даже открытие уста, он обратил всю вселенную. Эти неученые простые рыбари заградили уста философом и как бы на крыльях обтекли всю вселенную, посевая в ней слово благочестия и соргая терния, истребляя древние обычаи и повсюду наслаждая законы Христовы. Ни малочисленность и простота их, ни строгость возвещаемых ими повелений, ни привязанность всего рода человеческого к древним обычаям не могли служить для них препятствием, но все это устранило предшествовавшая им благодать Божия, так что они все делали легко, самыми препятствиями возбуждаясь в большей ревности. Так однажды, претерпев побои, они пошли из Синедриона радуясь, не просто об обоих, но о том, что за имя Христову удостоились понести бесчестие. Другой раз, будучи заключены в темницу и выведены и выведены оттуда ангелом, они опять стали делать то же, что делали прежде, и пришедшие в храм сеяли слово учения, уловляя множество людей к благочестию, а потом, будучи опять задержаны, не только не стали от того недеятельнее, но показали еще большее дерзновение, став среди беснующегося и скрижащего зубами народа и сказав «Кого нам более должно слушаться, Бога или человеков?» Видишь величие дерзновения, видишь, как простые рыбари презирают такое множество людей, беснующихся и готовых совершить убийство и предать их смерти, но, слыша об этом возлюбленный, приписывая случившееся не самим апостолам, а вышней благодати, которая укрепляла и оживляла их ревность. Вот и сам блаженный Петр, когда исцелил Хромова от рождения и когда все изумлялись и удивлялись ему свойственной ему искренности и говорит «Мужи, что вы смотрите, как будто своей силой и благочестен соделали мы это, что он ходит? Отчего, говорит, вы так изумились и удивились этому событию? Разве мы сами сделали это? Разве своей силой возвратили ему здоровье и дали способность ходить? Что вы на нас смотрите? Мы со своей стороны ничего не сделали, а только употребили свой язык для произнесения слов. Все устроил Господь и Создатель природы. Он Бог Авраама, Исаака и Иакова, которых вы почитаете патриархом. Деяние 3, 13. Бог Отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя его, имя его укрепило этого, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него, даровала ему исцеление перед всеми вами. Велико дерзновение апостолов, велика и неизречена сила благодати, дарованная им свыше. Дерзновение этого блаженного Петра может служить очевиднейшим доказательством воскресения. В самом деле, какого еще большего может требовать знамения, когда тот, кто прежде креста не мог перенести угрозы от простой служанки, теперь так противостоит иудейскому народу, и один таким дерзновением является перед такую толпою, столь беспорядочно метущейся и говорит ей такие слова, которые может еще более возбудить ее неистовство. Видишь, возлюбленный, как и теперь, оказывается то же, о чем я сказал в начале. Когда кто воспламенится любовью к Богу, то уже не хочет более смотреть на предметы, подлежащие зрению телесному, но, имея у себя другие очи, то есть очи веры, постоянно устремляет ум свой к невестным предметам, их созерцает и, ходя по земле, делает все так, как будто живет на небе, не встречая ни в чем человеческом препятствии к подвигам добродетели. Такой человек не смотрит уже ни на приятности жизни, ни на противные тяжкие обстоятельства, но, проходя мимо всего этого, поспешает в свое отечество. Как бегущий с великим напряжением по чувственному поприщу, не видит встречающихся, хотя бы они тысячу раз сталкивались с ним, но, устремив мысли своих поприщу и быстро пробегая все, стремится к предположенной цели, так точно и старающийся идти поприщем добродетели и взойти от земли на небо, оставляет все видимое внизу, все свое внимание обращает на поприще и не останавливается, не удерживается ничем видимым, пока не достигнет самого верха добродетели. Для человека с таким настроением ничего не значит и то, что кажется страшным настоящей жизни. Он не боится ни меча, ни пропасти, ни зубов зверей, ни пыток, ни рук палачей, ни другой какой-либо неприятности житейской. Нет, пусть положат перед ним горячие уголья, он пойдет по ним как бы по лугу и саду. Пусть угрожает ему другим каким-либо родом мучения, он не цепеняет при виде их и не уклоняется, потому что его душой овладело желание благ будущих, и он, как бы находясь вне тела, становится выше страданий, и, будучи подкрепляем высшую благодатью, даже и не чувствует телесных мучений. Поэтому прошу, чтобы нам быть в состоянии легко выносить труды добродетели, покажем великую любовь к Богу и к Нему устремим наши мысли. Не будем никаким предметом настоящей жизни останавливаться на этом поприще, но, помышляя о непрерывном наслаждении будущими благами, станем благодушно переносить все скорби настоящей жизни. Пусть ни бесчесть не кичалит нас, ни бедность не стесняет, ни болезнь телесная не ослабляет бодрости душевной, ни людское презрение и унижение не делает нас менее усердными к подвигам добродетели, но все это стряшше себя как пыль и приняв бодрое и возвышенное настроение духа, будем таким образом во всем обнаруживать великое мужество и, как я вчера просил любовь вашу, постараемся примириться с врагами и все прочие страсти исторгнем из души нашей. Возмущает ли нас нечистая похоть и сгоним ее, разжигает ли гневливость утолим этот жар пением духовных наставлений, показывающих гибельность этой страсти. Муж гневливый, говорит Писание, неблагообразен и в другом месте, гневающийся на брата свое напрасно, повинен гиене огненной. Возмущает ли нашу душу сребролюбие, постараемся бежать от этой губительной заразы и исторгнем ее как корень всех зол. Да и каждую из возмущающих нас страстей постараемся исправить, чтобы, воздерживаясь от злых и совершая добрые дела, могли мы в тот страшный день удостоиться человеколюбия Божия, благодатью и щедротами единородного Сына Его, с которым Отцу, со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и пресны и во веки веков. Аминь.